Основным вопросом повестки выступила начальник финансового управления Ленинского района Татьяна Макушкина, которая доложила об исполнении бюджета Ленинского района за первый квартал 2015 года. В бюджет района поступили доходы в сумме 601,2 миллиона рублей, при плане 577,7 миллиона рублей. Исполнение плана по доходам в цену у нас составило 104,1%. При этом собственные доходы выполнены на 114,1%. При плане 266 миллионов поступило 303,5 миллиона. В отношении к годовому плану исполнение плана первого квартала составило 23%, что является очень неплохим показателем. Также были рассмотрены вопросы о предоставлении льготы по уплате арендных платежей за нежилые муниципальные помещения. Московской областной противопожарно-спасательной службе, Почте России, районной организации профсоюза работников народного образования и наук Российской Федерации, Управлению Федеральной службы судебных приставов, а также о предоставлении в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений общественной организации ветеранов «Боевое братство». Еще одним вопросом в повестке дня было утверждение структуры администрации. Глава района Олег Хромов прокомментировал, какие изменения структуры будут в новой редакции. Управление внутренней политики, которое предлагается создать вместо двух соответствующих управлений, одному из отделов, а конкретным инспекторам одного из отделов будет вменено в обязанности ведение кадровой работы, которая не занимает 8 часов рабочего времени трех человек. Это абсолютно точно доказано. Поэтому мы, я думаю, обеспечим взаимозаменяемость. Это будут два сотрудника, которые будут выполнять, помимо прочего, и другую работу, которая будет связана с деятельностью данного управления. Заместитель главы администрации Тимур Гаевский доложил о внесении изменений в генеральный план сельского поселения Молоковское. Также в ходе заседания депутаты заслушали отчет о реализации годовых планов деятельности ревизионной комиссии Ленинского муниципального района за 2014 год.